Итак, нам нужна надпись, сделанная шрифтом Брайля. Этот шрифт разработан для слепых. Более подробно вы можете прочитать в Википедии. А мы обратимся к конвектору Брайля. Ссылка на него будет под этим видео. Давайте напишем любое простое слово и переведем его в шрифт Брайля. Сразу хочу обратить внимание, что в русском и английском он по-разному отображается, этот шрифт. Нет заглавных букв и жирных. Поэтому не надо писать вот так. Всегда следует использовать просто символы. Итак, поехали. Напишем что-нибудь простое. Выберем тут русский язык, нажмем конвертировать. Вот у нас появились наши точечки. Просто скопируем их из браузера. Перейдем в иллюстратор. Вставим. Почти ни один шрифт не поддерживает шрифт Брайля. Его поддерживает только Apple Брайл, Apple Symbol. Я так подозреваю, он по умолчанию установлен в операционных системах. Макос. В винде это шрифт Deja Vu Sons. Поэтому нам нужно выбрать один из этих шрифтов. Вот Apple Брайл. Вот он его конвертировал. Давайте вернемся к нашему конвектору. Теперь напишем то же самое на английском языке. Выберем английский язык и нажмем кнопку конвертировать. Ну что, нам осталось перевести его в кривые. Теперь давайте рассмотрим практическое применение этого шрифта. Во-первых, рассмотрим его применение для стока. Вот я ввел запрос Брайл. И мне выдалось 7 страниц. Это 622 работы со шрифтом Брайля. Это очень мало. Тема очень открыта. Поэтому полю ее специально для вас. Быстрее рисуйте разные надписи, алфавиты на эту тему. Но алфавиты тут уже эта тема забита. Но вот, например, надпись, которую я вам дал, можно взять ко дню Святого Валентина открытку для слепых. Либо другую, любую надпись для слепых. Давайте еще раз применим этот шрифт, только уже в реальной жизни. Я взял нашу надпись на английском языке, взял листик в клетку и обозначил точки точно так, как это было у меня в конвекторе Брайля. Потом я взял гвоздик и протыкал все дырочки. Перевернул листик, потому что слепые лучше чувствуют бугорки, чем ямки. И подложил обычный лист, допустим, в нашу открытку поздравительную, под низ. Приложил и в этот перевернутый листик еще раз гвоздиком протыкал эти дырочки. И вот получилась наша надпись, выпуклая, как положено. Я думаю, ее сможет прочитать ваш слепой друг. Итак, всем спасибо за внимание. Удачи! Берегите свое зрение. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok